Бум-бум-бум. Всё. Этого будет достаточно. Два дестройера законтрут любого размера. Раз такой. Так, это ничем ему не поможет. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И остаток я вот так законтрую. Он даже не сможет их довести до конца этого кружочка. А здесь я хочу ещё... Вот так. Хорошо. Вот этот отбив я очень люблю. Просто один из моих любимых отбивов. И всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Константин Кулик. Это канал KK Gaming. И мы с вами сегодня играем в БТД Баттлс. И это соревнование с подписчиками. Но сегодняшний выпуск у нас будет особенный. По нескольким причинам. Первая причина. Это у одного из наших самых лояльных подписчиков. Сегодня день рождения. Сегодня у нас 15 июля. Его зовут Зоксин. Я думаю, многие из вас его знают. Поэтому... Ох, нифига себе. Против нас Salted Moons использовали. Поэтому поздравьте его в комментариях, друзья. Он чёткий чувак. И вот так. Против меня играет чувачок с пулемётом и экономикой. Я не ожидал этого. Забавно. Кстати. Вторая причина, почему этот ролик особенный. Это то, что наш подарок Зоксину... Я сделал от нашего канала два подарка Зоксину. Первое. Это... Очень такой жирный подарок. Это... Бесплатный седьмой сундук с Эмпом в пять раз. Что это значит? Что Зоксин получил сундук с трёхстами тысячами медальонов внутри сундука. Ах ты же, блин. Какой хитрожопый пацанчик. Так. Бум. Реально хитрожопый. Он у меня отнял ещё жизни. Ну, у меня пятнышко есть. Он меня уже начинает напрягать. Так. 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 Бум. Не беси меня, товарищ. Это тебе не выгодно. Так, я один бананчик соберу, чтобы ещё одну ферму поставить. Он сейчас квикшотнет ещё раз на шестом раунде, я вам гарантирую. Так. Сейчас мы семёрочку прожмём. И... Давай раунд заканчивается. Бум. Так. Зараза. Потеряли парочку бананов. Так. Хорошо. Здесь я сейчас прокачаю ещё одного такого пацана. Да. Сейчас будет квикшот, скорее всего. Так. Или даже без квикшота. Но он уже спалил свои силы, поэтому мне пофигу. Этот чувачок меня немножечко напряг, и он об этом пожалеет. Окей. Выглядит как нубасик, но силы у него нормальные. Итак, друзья, у него... Я не думаю, что у него есть кобра. И последнее. Второй подарок, который я сделал Зоксину, это он сегодня выбирал тему данного соревнования. То есть, он сказал, что мы будем играть на босс-аренах. Четыре разных босс-арены. Это мы и сделали, как вы видите. Так. Пока что я шикарно фермерю просто. У него... Квикшот. У него... Салтед Вунс. И у него, наверное, буст. Я точно не знаю. Окей. 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 Очень глупо с его стороны меня так крашить. Но... Но. Так. Давайте так. Да. Вот так. Вот так. Чисто на всякий случай перестраховаться. Я не хочу, чтобы он меня Салтед Вунс всадил. Ах ты же, блин, какой хитрожопый. Так. Сколько ты на меня шлёшь, товарищ? Ты делаешь ошибку. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Он сейчас продаст, скорее всего, всё, что можно. И... После этого купит себе реактор. Так. Так. Да. Он даже ничего не продавал. Интересно. Так. Хорошо. У меня три плантацийки. Здесь я хочу Destroyer. На First. И сейчас вот так. Всё. Destroyer куплен. Я взял... Boat Farm Wiz. Это тактика с магом. Она шикарная. И... Для этой карты она мне очень нравится. Лучше, чем Бумеранг. Потому что... Здесь я могу... Вот у нас очень длинный путь шариков. Я просто могу... Здесь поставить мага. Вот тут. Маг с... Торнадо. И он тупо откинет все шарики вот сюда. Так. Я думаю, этот товарищ проиграет дирижаблем. Сейчас клейщика понерфили немножечко. И он ощутимо хуже стал против дирижаблей. Так. А мы с вами очень красиво располагаем фермочки. Глупый раш с его стороны. Он, видимо, знал, как меня рашить в начале игры. Но сейчас он вообще не знает. Сейчас он просто бесполезные раши делает. Так. 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 Ох, нифига себе. Какой ты хитрый. Так. 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 И давайте дамэдж буст лупанем. Этого будет достаточно. Так. 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 А следующий раш я уже отобью не особо парись. Хорошо. Сейчас я ожидаю от него керамики. Но керамику мы уже законтрим. Сразу говорю. Так. 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 Бум. 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 Все. Этого будет достаточно. Два дестройера законтрят любого размера. Хороший такой. Так. Блин. Я немножечко тупанул. Мне нужно было на пятнадцатом раунде. Так. Нет. Сейчас я еще оставлю своего фермера. Или нет. Хотя нет. Шестнадцатый раунд тоже неплохой. Он быстро закончится у нас. Так. Готовимся. Сейчас семнадцатый раунд. Давай, давай, давай. Семнадцатый раунд. Бум. 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 Стопэ. Собираем все бананусы. А то мы сейчас много их потеряем. Так. 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 Хотя, знаете, я решил. Мы сейчас просто сделаем вот так. Бум. Все. Отлично. У нас еще Fertile Soil будет фабрика. Хорошо. И у меня еще два пятнышка. У меня еще Damage Boost. Две штучки. Поэтому это будет нетрудная победа. Даже если он сейчас у нас лопанет сколько угодно дирижабликов. Так. Это ничем ему не поможет. Так. 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 Хорошо. Хорошо. И остаток я вот так законтрию. Он даже не сможет их довести до конца этого кружочка. Бум. Кидаем ему фейспаун. Так. 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 И теперь ему лайк. Хорошо. Кстати, друзья. Прямо сейчас не забудьте поставить лайк этому видосу. Подписаться на канал. И поставить колокольчик. Так. А здесь я хочу еще... Вот так. Хорошо. Вот этот отбив я очень люблю. Просто один из моих любимых отбивов. Вы пробиваете Moab Destroyer'ами и тупо одного мага с молнией достаточно, чтобы все это дело отбить. Он сейчас не в лучшей ситуации, сразу говорю. Потому что я... Моя ферма-номика относительно его экономики намного лучше. Он играл агрессивно и он за это заплатит. Я не говорю с точки зрения, что я там что-то против него имею в виду. Я имею в виду чисто с точки зрения игры. Как с мой спортивный интерес. Что я достаточно неплохой игрок. Смотрите, в чем проблема того, что он так играет. Проблема именно в том, что... Так, я хочу лупануть на него BFB-шку. Чисто ради интереса. Я думаю, мы можем себе это сейчас позволить. Так, так, так. Хорошо. Блин, успею ли я накопить к 22-му раунду на вторую фабрику? Я думаю, он отобьет BFB. Если он сейчас кучу спамить будет Дартлинг Ганнеров. Смотрите, сейчас клей почти не замедляет BFB по сравнению с тем, что было раньше. На обнове... Я не знаю, прокачал ли он их на Powerful Darts. Но... Странно выглядит это все для меня. Может, он и проиграет. Так, я угадал. У него буст? Нет. Сейчас с бустом он это отобьет. Но что ты будешь делать против второй BFB-шки? Объясни мне, братан. У нас уже две фабрики, друзья. И он чуть не проиграл. А нет, проиграл. Агрессивно играл. Нападал. Вот все такое. Но в итоге слился. Окей. Ну, вот так. И, в принципе, вот такой первый бой. Так. Мы играем против какого-то плеера. И следующая карта это Dreadbloom Cave. Хм. Ох, ничего себе. Танкиста победили. Вот наш подписчик. Подписчик я. Подписчик. Бум-бум-бум. Этих не узнаю. Может, тоже подписчики. Но не знаю. Следующая карта Dreadbloom Cave. И я хочу протестировать одну веселую тактику на этой карте. И вы ее скоро увидите. Она вообще нестандартная для нашего канала. Я ее ни разу еще не использовал ни в жизни, ни на канале. Поэтому мы будем пытаться ее использовать. Ах, окей. Давай. Хай. Первая часть. Это бумеранг. Пулеметчик. Кобра. Да. Вот такая тактика. Так. Здесь я хочу. Improve. Dreadbloons. И Damage Boost. Потому что у меня нет Клея Шторма. Если бы был, то я бы использовал Клея Шторм. Бум. Ферма. Не буду ее использовать. Ферма нам не пригодится. Хорошо. Хорошо. Хай. У меня Damage Boost будет как защитная сила. Клея Шторм будет лучше, потому что он еще и замедляет. Но даже если у вас нет Клея Шторма, то вы все равно можете играть с этой тактикой. И сегодня я вам покажу, как это работает. Так. 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 Хорошо. Бум. 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 У него, походу, стандартные силы, друзья. Я, конечно, не уверен. Но я так подозреваю, что так и есть. Он поставил фермочку. Ай, пацанчик. Ты подписываешь себе смертный приговор. Так. Он поставил фермера. Он решил раскошериться против меня. Так. У него маг. Интересно, интересно. Так. Я пока что продолжаю слать на него шарики. Окей. Окей. Посмотрим. Если он выйдет в плантацию, то он очень, очень, очень пожалеет об этом. Так. 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 Хорошо. Так. Теперь он начинает меня расшить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, мне нечем контрить. Это тоже забавный факт. То есть мне сейчас придется потанковать конкретно жизни. Так-так-так. Бум. Абрид лунс. Хорошо. И сейчас мы с вами накопим на Powerful Darts. И я спокойненько отобью, когда продам одну кобру. Потому что я не могу ничего сделать. По-другому. Сильно зажадничал. Ух. Надо было начинать с полеметика. Так. Кобра. Теперь. Сейчас мы еще сюда. Кобру. Improve Tico Boost. Хорошо. И мы будем выстраивать кобра-номику. На самом деле, после обновления кобра-номика стала вообще неплохой. То есть она вполне себе в состоянии победить большинство соперничков. Кобра-номика сейчас примерно приравнивается к фермам. И плюс то, что с этой тактики в том, что у меня огромное количество кобр на карте. Кобры, не стоит их списывать со счетов. Они очень хороший деф. Если у вас много кобр, то кобр могут законтрить даже радужный раш. И в этом фишка, что мы сейчас ставим целую армию кобр. Так. Раз, два, три. Сейчас. Я жду начала восьмого раунда. Семь. Отлично. Improve Tico Boost. Хорошо. Раз, два, три. Strong. И также Wired Fans. Окей. Он боится. Так. И я хочу использовать свой Upgrade Bloons на десятом раунде. Так, так, так. Сейчас мы здесь поставим бумеранга. Бум. И дальше продолжим слать. Так. Сейчас мы сначала используем на десятом раунде Improve Tico Boost. Бум. И после этого мы используем шесть. Давай, давай. Upgrade Bloons. И сейчас мы копим для того, чтобы сразу же повторно использовать Upgrade Bloons. Так, так, так. Мы успеем его так использовать? Вот это загадка. И если не успеем, то будет печально. Так, так. Хорошо. Здесь бум-бум-бум. Замечательно. Бум-бум-бум-бум-бум. Нет, я не успел. Я не знаю, как это работает. Почему я не могу два раза подряд использовать Upgrade Bloons, а другие люди могут. Но вот так. И он отобьет этот раш. Так. Неплохо. Я продолжаю слать здесь Кобр. Надо, наверное, не Upgrade Bloons, а Quick Shot качать. Ну, не качать, а использовать на следующей карте. Так. Пока что у нас целая армия Кобр. У нас неплохая экономика благодаря Improve Tico Boost. И мы продолжаем просто грести бабки. У нашего соперничка плохая экономика. И единственная наша слабость, относительная слабость, это то, что у нас нет сильной антикамуфляж защиты. Но я просто продам, если что, парочку Кобр и прокачаю себе Turbo Charge и отобьем любой камуфлированный раш любого размера. Так, так, так. И странно, что он не использует ничего, кроме своего Tech Shooter. Смотрите, вот я сейчас уберу. Я сейчас просто реально уберу свой пулеметик. Это тупо Кобры дефают. Это ж просто жесть. Так. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Ну, тут уже, понятно, камуфляж. Хм. Как я хочу на него напасть. У меня сейчас более чем достаточно Кобры. Я не знаю, сколько их. Если хотите, друзья, посчитайте, напишите мне в комментариях. Но я думаю, где-то 25, что-то такое. М-м-м. И муапчик мы тоже легко отобьем. Я вам покажу. А сейчас мне нет смысла его рашить. Он очень нехорошо пошел в деф. Так, так, так. Я жду от него муапчика. Дай мне муапчик, пацанчик. Давай, давай, давай. Покажи, что ты способен послать на меня муап. Так. И он шлет непонятные раши против меня. И мой пулеметик в соло отбивает эти раши. Ну, как вам, друзья, тактика? Кобры чисто тащат. У них очень неплохой урон. И сейчас... Я думаю, я даже... Такс, такс, такс. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Сейчас, сейчас, сейчас. Powerful Doors. Damage Boost. Так, хорошо. Дефали. Он наконец-то понял мою слабость. Так, так, так. А вот это, кстати, плохо, что я бустанул. Ну, если что-то, мы продадим кобур. Вкачаем несколько турбочарджей. Мы бейвбишку все равно отобьем. Окей. А он нет. Так. Так, 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 так. Бам, турбочардж. Здесь еще сейчас будет турбочардж. Бум-бум. И все. Я задефал его раши. У меня огромная экономика. У меня куча кобур. Просто жесть. Эта тактика реально тащит. И он проиграет. Если он даже пробьет это, он проиграет керамическому рашу. Вот так. Мне даже не нужно было столько кобур продавать с такой хорошей экономикой. Замечательно. Легкий отбив. Легкая победа. Вот так, друзья. Надо больше тестить эту тактику. Мне она нравится. Она именно только для Free Power Ups. Boost only. Она плохо работает. Вуаля. И у меня еще и 1200 экономики было. И куча кобр. Это просто доминация над соперником. Иначе это не назовешь. Так. Хорошо. Второй бой был сыгран. Итак. Здесь победили Зоксина? Неожиданно, неожиданно. Так. И у нас Dreadbloom. Ой, не Dreadbloom. Что, прощание? Блунерия Свомп. Да. Это одна из самых легких босс арен. По легкости я бы сказал Dreadbloom. Сначала самый легкий. Потом Свомп. Потом Вортекс. И потом Инферно. Инферно самая короткая из босс арен. Но все эти карты, как сами карты, они не очень трудные. Сразу говорю. И на Dreadbloom. Ой, не блин, не Dreadbloom. На Blunerия Свомп. Хм. Хм. Хочу ли я с этой тактикой идти? Только здесь мы сейчас возьмем. Quick Shot. Бум. Хорошо. Я хочу с другой немножечко. Бам. Или нет. Boat. Boomer. Кобра. Да. Так. И пулеметчик не хочу. Снайпер. Снайпер неплохо. Хорошо. Хорошо. Почему я взял лодочку вместо субмарина? Потому что так будет для нас с вами лучше. Имеется ввиду, что мне будет легче жадничать на начальных раундах. И... Так. Мне сейчас нужно еще кобрачку. Я начал сразу же с лодочки. Потому что я стараюсь не повторять ошибки предыдущей игры. Так. И сейчас я начну его сразу рашить. Будем разнообразие вводить в нашу игру. И потихонечку достраивать кобру. Так. 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 Хорошо. Baconeer в принципе с кобрами сможет неплохо это все дело законтрить. Так. 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 Сейчас будет 42. Бум. Отлично. До конца этого раунда. И у меня теперь 2 World Fans принесли мне плюс 80 каждый. Так. Хорошо. Он прокачал ниндзюшечку. Он тоже против меня идет с экономикой. Но у меня есть кобра. Кобра против экономики очень хороша. Даже если вы не используете Blue Adjustment. Все равно она крутая. Так. 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 Здесь я сейчас немножечко поднакоплю. И куплю Grape Shots. Хорошо. Если мы будем в состоянии слать. Так. На Close этого Брутона. Хорошо. Если мы в состоянии слать ему постоянный синий раш. То ниндзюша будет постепенно истощаться. И у нее не получится это дело сдерживать. Давайте. Бум-бум-бум. И пятый раунд. Improved EcoBoost. Есть. Хорошо. Я пока что фигачу экономику. Потому что у него слабый деф. И сейчас благодаря тому, что мы использовали. Использовали Improved EcoBoost. Мы в состоянии оказывать на него большое давление. И без перерыва слать на него эти шары. Как вы видите, друзья. Я адаптировался под стиль игры. И сейчас мы... Ого. EcoBoost. Так. 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 И сейчас. Так. Седьмой. Давай. Бум. Хорошо. Седьмой раунд есть. И теперь... Бум. Замечательно. Квикшотним. В него шаров. Все. Мне этого достаточно. И это будет много жизней потеряно. Я думаю, где-то 50 как минимум. Даже больше. 60, 70, 80 жизней. Офигеть. Хорошо. Раз, два, три. Раз. У него нет денег, чтобы слать на меня экономику. И заметьте, друзья. Я играю без экочелка. Экочелк. Это очень сильная сила, которая отнимает денежек много у соперничка в начале игры. И вы в состоянии очень сильно щемить ваших соперничков. Потому что у них слишком слабая фермономика. Так. 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 Раз, три. Раз. Здесь. Я их хочу максимально плотно ставить. Потому что на этой карте у нее есть такая особенность. Что здесь можно очень плотно ставить башенки. И очень много их штук ставить. Так. 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 И как вы видите, моя кобра защита реально тащит. Так. Здесь я поставлю бумеранг. Раз, два. Раз, два. Strong. Strong. Бац, бац. Хорошо. Тебя на first. Есть. 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 Сейчас дождусь 12 раунда и свой improved eco boost использую. Бум. Хорошо. Замечательно. У него еще и фермочка оказывается. Так. 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 Ну, кстати, с лодочкой нам будет легче отбиться от его рашей. Так. 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 Бум. Бум. Раз. Окей. Раз, два. Три. Раз. Здесь я продолжаю спамить кобрачек. Из-за того, что я хочу их хорошо расположить, я не успеваю их вовремя ставить. Понимаете? Так. 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 Знаете, друзья, я думаю, здесь мы можем даже с обычным blue adjustment победить его. Так. 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 Хорошо. Так. Бум. Раз, два. Три. Раз. У нас с вами целая армия кобра. Раз, три. Раз. Раз. Замечательно. Пятнадцать. Раз. У него может быть нокаут. У него может быть team tower stun. Это опасные силы для нас. Но если что, то я просто продаю парочку кобар. И ставлю себе так. Кстати, давайте мы лупанем по нему интересный раш. Так. 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 И теперь вот таких шариков. Наложим. Я думаю, это его победит. Blue Jitsu не поможет тебе против камуфлированных шаров, братан. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Пока что у меня не было возможности сильно разыграться с этой тактикой. Но я думаю, вы понимаете, что тактика весьма-весьма неплохая. По крайней мере, то, как она очень упрощает нам деф. Это мне нравится. А еще у меня теперь загадка. Как Зоксин мог проиграть Хердсу, который только что с нами играл? Это реально загадка. Следующая карта Инферно. И на Инферно я пойду той же самой тактикой. Но у нас с вами будет вместо лодочки пулемет, как в первый раз. Я думаю, это должно сработать. Хорошо. Хорошо. И заодно я покажу вам точку, куда там ставить пулемет. Не то, чтобы я рекомендовал кому-то из моих подписчиков идти на босс-арены. Не идите, если вы никогда не были даже в топ-100 мира. А лучше даже в топ-100 престижа мира. Друзья, не идите туда просто так. Окей. Потому что там очень хорошие игроки. Там просто лучшие игроки. Чтобы вы понимали, в босс-аренах... О, Шарк, прикольно. Это наш подписчик. В босс-аренах есть специальные игроки. Ну, я их называю специальными. Эти игроки это топеры. Они только, только в босс-арены играют. Они считают, что они настолько крутые игроки. Причем обоснованно считают, что они играют только на босс-аренах. Потому что там находятся лучшие игроки в игре. Это просто жесть. И с такими людьми нам приходится стыкаться. Я более-менее тягаюсь с ними. То есть я уже на босс-аренах выхожу в положительный престиж. Ну... Это очень непростая тема. Такс, ну я в принципе рад, что мы играем против подписчиков в финале. Это приятно. Мы всегда стараемся с подписчиками, кто первый выйдет в финал. Так, давайте тогда... Начну все-таки с пулеметика. Так, ох, нифига себе, он играет с экономикой. Так, бум. Окей. Поменяли траекторию. И я думаю, я немножечко экономики пошлю на него. Потому что мне нужно вытянуть из него дефа. Он пойдет на место с экономикой, я гарантирую. Офигеть, нифига себе. Шарк, что ты делаешь? Ты рушишь мои предсказания. Причем, то, что он их рушит, это не в его пользу. Если бы он пошел с экономикой, нам бы было сложнее. А так, Шарк, что ты делаешь? Ты ломаешь мне мозг. Так, окей. Хорошо. Четвертый раунд будет очень скоро. Потому что, смотрите. Я ускоряю раунды тем, что я быстрее пробиваю в самом начале шары. И как только он там начнет пробивать буквально чуть-чуть шаров в конце, то... Что? Он идет инженер... Инженер, лодка и ферма. Неожиданно, неожиданно. Окей. Но мне моя тактика нравится больше. Знаете, почему эта тактика такая опасная? Потому что она крайне, крайне нестандартная. Если вы играете нестандартными тактиками, то это очень большой плюс вам в ваш арсенал. Потому что стандартные тактики все знают, как контрить. Но нестандартные! Это отдельная история просто. Потому что они заставляют человека думать. И в основном топеры хороши только против тактик, с которыми они уже привыкли играть. Так, так, так. Сейчас дождемся 54 секунды. Я лопанул еще парочку таких. Бам-бам-бам. И сейчас будет квикшот. Хорошо. Сейчас мы еще вот так лопанем. И это должно из него неплохо жизни вытянуть. Так. Замечательно. Я думаю, 50 жизней у нас есть шанс достать. Окей. И все. Этого мне достаточно. 480 экономики. Вообще, минимум это 400 экономики. Но даже 480 экономики будет более чем достаточно. И на восьмом раунде мы прожмем второй эко-буст. Я не качаю пулеметик. Потом... Ой. Случайно поставил. Но ничего. Будем считать, что я ему спалил свою башню специально. Так. Бум. Импрофт эко-буст. Плюс 64 экономики. Так. Хорошо. Он продолжает фермерить. Ну, как бы гипотетически. Инженер это хороший контр-кобре. Но, так как я использую кобру нестандартно. Я немножечко проп... Ну, не попадаю по клавишам пальцами. Поэтому у меня на горячих клавишах появляется фабрика шипов. Так, так, так. Кстати, против меня один из лучших игроков за всю историю играл с такой тактикой. Поэтому... Именно на этой карте, кстати. Поэтому, я думаю, стоит довериться этой тактике и уже пытаться что-то сделать. И на 12 раунде я прожму последний эко-буст. Он вышел в... Слушайте, а я думаю, у него ниндзюша. И это ему просто в бонус попалось. Лодочка. Так, хорошо. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Семь. Здесь мы сейчас используем вот так. First. Хорошо. Здесь я отбиваюсь постепенно. Так, так, так. Замечательно. Я хочу еще вот здесь прокачать. Просто для того, чтобы быстрее отбивать его раш. Это теперь пулеметик 2-2. Он не думал, скорее всего, что... Так. Ого-го-го-го. Так. Интересно, интересно. Раз, два, три, четыре. Дамедж буст. Дамедж буст. Я немножечко затупил. Так, так, так. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Упс. Упс. И отбили. Так, так, так. А теперь... Я думаю, пора контрить. Я думаю, мы сможем его победить. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Квейк шот. И этого должно быть достаточно, чтобы завалить его в лунтреп. Даже с бустом он не отобьет. Да. Это было прикольно. Я не понимаю, как я отбил его раш, если у меня не было турбочарджа. Очень разумно с его стороны взять против меня deactivated abilities. Ну, будем считать, что дамедж буст реально настолько сильный. На самом деле, ему нужно было камуфляжа против меня наложить. С deactivated abilities он бы меня завалил. Но, блин, вот это да, у меня дышаться от шарка. Хороший бой. Лайк, друзья, за шарка. Он молодец. Он меня напряг. Друзья, благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. И обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Также поделитесь данным роликом с друзьями. Это помогает нашему каналу развиваться. И напишите свой коммент. Я отвечаю на абсолютно все комментарии, друзья. И мы с вами развиваемся и идем вперед. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok